Здравствуйте, уважаемые зрители, это снова я, это CryptoSpa и это мой следующий обзор криптовалютного рынка на русском языке. Итак, начинаем, давайте посмотрим на котировки ведущих криптовалют согласно сайту CoinGecko. И здесь видно, что рынок зафиксировал такое разностороннее движение, некоторые валюты немножечко скорректировались, то есть я бы даже не сказал, что скорректировались, биткоин находится на очень хорошем стабильном уровне, но учитывая, что вчера он поднимался до 16 тысяч долларов, сейчас практически есть как будто маленькая коррекция, но в целом график идет вверх. Ethereum зафиксировал хороший рост, XRP, Chainlink, вообще весь рынок, ключевые криптовалюты находятся в зеленой территории и, конечно, это вообще супер. И вот я вчера, конечно, немножко начал думать, вот как мы криптовалютные энтузиасты собирались, когда рынок начинает расти, с таким энтузиастом мы обсуждали рынок. И одно из этих событий, конечно, был ежегодный вот этот Steam Fest, когда люди из всех точек мира практически собирались там в ноябре, примерно в это, точно в это время, в первой неделе ноября, и мы обсуждали high blockchain, криптовалюты с таким энтузиастом, энтузиазмом. И вот в этом году из-за коронавируса вот этих локдаунов и невозможности свободно двигаться по миру, получилось, что Steam Fest или на данный момент уже High Fest в этом году якобы не будет. Однако вчера Роланд, организатор Steam Fest, то уже High Fest после форка. Вчера сообщил, что High Fest и в этом году будет, то есть это будет пятый High Fest. Первый был, если не ошибаюсь, в Амстердане в 16-м году, второй в Лиссабоне в 17-м году, третий в Польше, в Кракове, я там был, и четвертый в прошлом году был в Таиланде, в Бангкоке, я также там был. И вот сейчас по поводу High Fest 5. Вчера я когда увидел эту новость вот на фоне вот этого растущего криптовалютного рынка, я так обрадовался, потому что мы снова криптовалютные энтузиасты, встретимся где-нибудь, все это пообсуждаем. И оказывается, что на этот раз это будет в виртуальной реальности. Так что, вот знаете, вот эта фотография здесь, я на самом деле это с прошлого High Fest, я нахожусь вот здесь, то есть нас немножко обрезали, скорее всего, потому что по формату фотографии, ну, это было очень крутое событие, если не ошибаюсь, это было в пятницу, то есть это третий день Steam Fest. Итак, 18 декабря состоится пятый Steam Fest в виртуальной реальности, все можно об этом почитать вот здесь, на этом, в самом посте практически Ролланда, вот он практически объявление. Если кто-нибудь хочет принять участие, я постараюсь, нужно взять такой хедсет, поскольку я понимаю, это вот эти очки, наушники некие, которые предоставляют возможность подключаться к этой виртуальной реальности. Вообще, это будет нечто очень крутое. Ролланд здесь написал, что такие очки примерно стоят 199 или 200 долларов. Так что я постараюсь как-нибудь отделить эти деньги, чтобы купил эти очки, чтобы присутствовал в пятом High Fest, то есть в виртуальной реальности, просто мне самому очень интересно, как все это будет. Так что буду отслеживать вот этот трет и все публикации, которые Ролланд, организатор вот этого события High Fest, будет публиковать на эту тему. Итак, так как мы уже заговорились о хайпе, я сегодня решил прокомментировать немножко, к сожалению, падающего графика, падающий график хайва, но я сказал, к сожалению, на самом деле, я не считаю, что стоит говорить, к сожалению. Тем более, что при этой низкой цене, я хочу сказать, я сделал хороший power-up, то есть увеличил свой хайп в power, купил немножечко хайп, так что я буду рад, если окажется, что это будет такая кратковременно низкая цена, во время которой я воспользовался купить немножечко хайп, сделать power-up, так что, может быть, есть достаточно много других участников хайп в Волкчейн, которые я также считаю, что на этих уровнях стоит покупать хайп и делать power-up. Однако я также в последнее время на фоне вот этого падающего графика анализирую фундамент хайва, и поэтому сегодня просто до конца этого обзора прокомментирую некоторые индикаторы хайв в Волкчейна, то есть это метрики или статистика, которая практически нам показывает, какова ситуация чисто фундаментальна. И первое, вот новые пользователи, актив юзер, число активных пользователей. Для меня это один из самых важных показателей. Вот любая экосистема или цифровая экономика, она зависит от числа пользователей и от их активности. Когда активность падает, число пользователей, если также падает, то это, конечно, плохо для этой экосистемы. К сожалению, здесь практически вот Hartford прошел. В марте, мы знаем, общество расцепилось. Многие люди остались в Steam-блокчейне, но многие перечли на хайв в Волкчейне. Кто-то и там, и там практически активен. Но в целом, практически здесь видно, что число пользователей значительно упало с того момента. И на данный момент, в ноябре, может быть, на фоне вот этого падающего, падающей цены, активность еще снижается. И, конечно, это неприятно, когда меньше активных пользователей в хайв в Волкчейне. Давайте будем надеяться, что это поменяется. Другие метрики или индикаторы, которые я хочу показать здесь, значит, Daily Transactions. Но я думаю, что здесь это был ключевой индикатор. Конечно, число активных пользователей, число транзакций остается на достаточно высоком уровне. Итак, ну вот он практически еще раз падает, число активных пользователей в хайв в Волкчейне. И, к сожалению, будем надеяться, что это развернется тренд и начнется рано или поздно позитив. Так, другая статистика, которую опубликует не Арканчик, Пингбин Пабло. Здесь есть много интересных лично для меня графиков. Значит, оказывается, что на данный момент хайв пост и стим пост есть сравнение. Синяя линия стим, красная или фиолетовая хайв. Был период, когда хайв был достаточно более дорогим, тогда активность на хайве была больше. Но когда практически хайв начал снижаться в сентябре, то есть упал ниже цены стим, видно, что синяя линия, то есть на стиме было больше активности. Сейчас выравнивается практически активность в обеих блокчейнах. Так, если перейти дальше, однако, эта активность, включая комментарии, а если столько посты посмотреть, то есть публикации, на хайве падает. И она уже значительно ниже, можно сказать, чем на стим блокчейне. Если здесь ежедневно публикуется 6000 постов, то здесь уже меньше 4000, то есть 3526, стим вчера практически имел 5464. Однако, что хочу сказать, если посмотреть на engagement, то есть на сколько люди там коммуникируют между собой, активность на хайв в блокчейне меня радует еще достаточно высокая. То есть видно, что на большее число комментариев ниже, и здесь нижняя линия это стим. Учитывая, к сожалению, что на стиме там в основном много скама, практически вот эти автоматизированные посты, то есть там engagement ниже. Число апволтов, то есть на хайве больше, чем на стиме, то есть это также говорит о том, что скорее всего, хотя меньше постов публикуются на хайве в блокчейне, активность больше, потому что с той точки зрения engagement, потому что больше апволтов и больше постов публикуются. И это в основном все по поводу вот этого, вот этого поста Pinguin Pub, который я хотел бы рекомментировать. Он также публикует и другую статистику, и она достаточно интересная. Значит, число постов, которые публикуются, включая с комментариями, ну я покажу здесь другой, другой, вот оно практически, посты, красное. То есть видно, что падает, вот 3520 было 5 ноября, число постов, которые были упубликованы в этот день. К сожалению, это мало. К сожалению, активность снижается еще раз не только число пользователей, но видно, что и в целом из-за этого падает и число постов, которые публикуются. Давайте будем надеяться, что если цена немножечко подскочит, то потихонечку начнут возвращаться активные пользователи. Последнее, что я хочу здесь показать. Здесь мне нравится, что Pinguin Pub публикует статистику по поводу ввода и вывода средств из бирж. То есть давайте я это покажу. Вот, daily hive transfers from and to exchanges. Я что делаю? Я периодически здесь закажу, периодически, если честно, каждый день. Я эти статистики примерно каждый день смотрю. И мне интересно, сколько практически пользователей выводят на биржи, чтобы, скорее всего, те деньги, которые они зарабатывают, обменяли на другую криптовалюту или на фиат. И сколько людей, сколько hive инвесторы или там ходлеры или энтузиасты hive покупают на биржах и выводят на свои кошельки или на свои счета, чтобы сделали, допустим, последствия power-up. На данный момент, вот видно, что 5 ноября вывод средств из hive блокчейна практически или переток денег к биржам был очень высоким, 679 тысяч. А вот из бирж были выведены всего лишь 89 тысяч. То есть 590 тысяч были, это чистая стоимость, число hive, которое было переведено на биржи. Я что хочу сказать? Я буду очень рад. Вот даже здесь видно, где самая большая активность. Binance, 370 тысяч, это difference, то есть разница, то есть это был переток hive на binance. И abit, ну а там, скорее всего, вот эта корейская комьюнити, она очень активно там торгует на abit, и, скорее всего, это корейские пользователи hive или из той части Азии практически они выводят средства на abit. Что я хочу сказать? Я буду очень рад, если когда-нибудь в ближайшее время мы увидим переток денег обратно из бирж на личные кошельки. Это будет говорить о том, что многие люди будут считать текущую цену комфортной для покупки, и они будут покупать и выводить свои средства на свои счета на hive блокчейне. То есть мне самому будет интересно, если это, то за этим следите, буду очень рад, если это произойдет. И последнее, что хочу сказать, здесь есть IPL power up. На данный момент power down практически он больше, чем power up. То есть, видимо, многие люди беспокоятся, и они делают power down, чтобы вывести свои средства и обменять их на биржах. То есть, может быть, это одна из причин, на мой взгляд. Но на данный момент видно, что power down, вот потому что линия, которая здесь есть, вот та линия практически, она ниже нуля. То есть, красный столбик power up, он меньше, чем, он меньше, чем получается power down. И так, друзья, ну, в целом, конечно, статистика на данный момент не в пользу hive блокчейн, но мы будем надеяться, что ситуация улучшится и поменяется, и что цена, конечно, начнет отскакивать. На данный момент у меня на этом все. Еще раз напоминаю о хайп-фесте, который состоится 18 декабря в виртуальной реальности, Altspace Virtual Reality. Это будет очень круто. Я сам очень-очень, конечно, мне самому очень интересно, как все это произойдет. Так что, друзья, спасибо за просмотр. Желаю вам хороших выходных, удачи на финансовых рынках, здоровья и до следующего обзора. С вами, как всегда, в это время был Аткриптспакт. Аткриптспакт. Спасибо. Аткриптспакт.